Готово к грунтованию вот эти у нас три элемента. Алюминий и металл. Вот. Значит, так выглядит крылышко. Это которое было у нас Тайвань. Вот. Прошпатлевал везде, где надо было. Ну, вот столько получилось шпатлевки. Так. И здесь я показывал шпатлевал. Ну, шлифовку-то тоже не показывал. Тычок этот вот так выглядит. Так. Там сделал кармашек. Потому что нам сюда мы стык, чтобы грунта было поменьше, сюда стык не лезем. Ну и вот, вот что имеем по капоту. Расшлифовки все это были сколы. Прям такие. Ну, основательные. Глубокие. Так. Ну и здесь по этой стороне вот так. Там вот одно только место шпатлевочки. Значит, шпатлевку перебивал 220. Расшлифовку всю тоже делал 150-220. И дальше там уже зоны все сходы-переходы под 320 на мягкой проставочке 5-миллиметровой. Все. Сейчас будем грунтовать. Значит, первичный грунт у меня. Буду использовать кислотную салфетку. Вот. Кислотная салфетка. Даем межслойку полчаса. И дальше грунт-наполнитель. Ну, в процессе все покажу. Так. Взял новую кислотную салфетку. Ее буду использовать здесь на капоте. Потом положу отдельную баночку и подпишу. Потому что здесь алюминий. Совет технологов не использовать на разных металлах. То есть, на железе, на алюминии одну кислотную салфетку. Поэтому сейчас вот этой пройдусь по капоту. А дальше два крыла уже возьму другую. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как я и сказал, сейчас даю полчасика. Постоит. отработает кислотная салфетка и будем разводить грунт-наполнитель. Межслоечка уже подходит к своему логическому завершению. Сейчас грунт-наполнитель у нас пойдет. Грунт-наполнитель будет 40-я Ванда. Топовый грунтец в линейке Ванда. Серый цвет. Вот. По подложке посмотрели, поговорили с колористом. Говорит, делай на серый цвет. Как бы он тоже будет делать драску на серый цвет. Я перемешал. Так, не знаю, хватит у меня здесь или нет, но у меня еще есть. Есть еще. Так, сколько нам его надо? надобно. Так, ну сделаю пока 300. Так, отвердитель стандартный 310-й. У меня уже давно пересчитано и в голове сохранено именно на 140-й грунт. У нас получается на 100 грамм грунта 13 отвердителя и 12... 12-13 там такая 12,5. Можно 12, можно 13. Разбавителя. Это мы сейчас говорим про шлифуемую версию. Перемешиваем грунт с отвердителем. И добавляем разбавитель. Так, разбавитель у меня перелит вот в такую бутылочку. Это ванговский тоже 110-й стандартно разбавитель. Просто пятилитровиком неудобно здесь махать, а маленькими мензурками я это дело не покупаю. все, сейчас перемешиваю и буду наносить. сейчас пройду еще липкой салфеткой вот, ну и наносим стандартно первый слой максимально широко далеко, остальное все полно махать. махать, махать, а махать, Субтитры сделал DimaTorzok 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 Потрескалась краска Ну и такая чуть пожеванная была Короче шпатлю ну хотя мне просто просили Там типа расстелить и подкрасить Но как бы уже если делаем То сделаем как положено Вот подшпатлюю, загрунтую И ее покрашу И сейчас еще буду заниматься Бампером Отравняю то что хотел Вот в этом месте Там где такая чуть волна Поравняю, там снизу Тоже чуть-чуть подравняю Погрею Поставлю это крыло назад Соответственно бампер Выставлю подзорчиком И вот эту верхнюю Планочку будут сделать На машине Отшпатлю ее И потом уже сниму там Понизу Можно будет все доделывать И сейчас еще Лежит в машине новая Вот эта вот вся борода Решетка Ее сразу поставлю Посмотрю чтоб там все четко было Чтоб потом на покрашенном Бампере никаких сюрпризов Не вылезло Вот такой план действий На сейчас Все Поехали заниматься Греется Паяльничек Значит вот я Собрал назад Вырезал Вот эту напайку Которую здесь сделали Все сейчас зазорчик Меня устраивает С учетом Здесь еще будет шпатлевочка Там внутри тоже надо будет Чуть пошпатлевать Но по зазорчику Все неплохо Вот по всему бамперу Все отлично Сейчас что буду А я кстати достал Это вот новые решетки Полностью новые Не поломанные Я их поставил Только хром не ставил Чтобы его лишний раз Нигде не царапнуть Он здесь никакой Нагрузки точно не несет Вот основная вся жесткость Именно на этих решетках Поставил усилитель Потому что Прошлый раз я примерял Без усилителя И допустил Как бы такую Ну небольшую Но ошибку Потому что усилитель Когда стоит Он бампер чуть-чуть Отпирает Соответственно Он натягивается Ну и как бы По зазорам Даже По зазорам С крыльями Все стало Все стало Сейчас намного Ну то есть Нет такой жесткости Потому что там Натянулось Здесь соответственно Расслабилось Ну вот Как-то так Я погрел Погрел вот эти вот Все моменты То что здесь было Напаяно Здесь когда грел Лопнуло Сейчас тоже пропаяю Полосочку Основная Сейчас у меня Задача Я сейчас Буду Получается Отшпатлюю Вот здесь Верхушку Шпатлевка По пластику Как и положено Здесь все Отшпатлюю Вот эту часть И дальше уже Бампер можно будет Снять в принципе Потому что здесь Как бы не сильно Удобно На коленях Стоять Это все дело Делать Вот Тут меня уже В принципе Ничего не будет Сдерживать Для того Чтобы он стоял Ну вот Здесь отшпатлюю Та сторона У нас в принципе Только под Обдирку пойдет До пластика Собственно Сейчас вот Этим и буду Заниматься Я перед этим Подгрунтовал Разобрал там Все вот эти усилители На которых Бампер держится Ту вот Планочку Я ее показывал Тоже Загрунтовал уже Подгрунтовал Герметик На Капоте Ну потом Я его в процессе Там покажу Потому что я Отдельно подкрашу Там надо делать Такое Полуматовое И внутрянку Капота Заходя На герметик И вот эту Планочку Она тоже Полуматовая Я их отдельно Покрашу Потом уже будем Все остальное Выкрашивать Собственно Вот так Потихонечку Двигаемся Уже к завершению Сегодня уже У нас Так Время После обеда Поэтому Сейчас Зашпатлю Это все дело Думаю Сегодня выведу Завтра загрунтую Бамперок Будем готовиться К покраске Макушку Потому что Сейчас Объясню Почему Потому что Крашу Как помните Здесь у меня Загрунтовано Капот Крыло Мне его надо Закрывать Плотно Потому что Если я Хочу Вот здесь Прокрасить Потом Мне надо Будет капот Оставлять При открытом А еще Лучше Что-то Подложить Чтобы я Мог Краскопультом Сюда Залезть Ну и Соответственно Вот это Все дело Прокрасить Потом Будет Не совсем Красиво Возможно Не долачится Ребро Вот здесь На крыле Плюс Тут надо Будет Все Отклеивать Хорошо Заворачивать Потому что Туда Будет лететь На капот Соответственно Опять же Пленками Заворачиваю Ну это Лишний Головняк Красится Здесь И сразу Подкрашиваю Вот здесь Это ребрышко Я чуть-чуть Где потресканный Был герметик Пошпаклевал Его Шпаклевочкой По пластику Вот Ну вот Вот так Все выглядит Все Сейчас Побыстренько Подготовил Здесь Капот Не оклеивал Смысла Нет Все равно Буду шлифовать Грунт Так что Краску Развел По краске По краске По краске Так Готовая база И в нее Добавил 30% От количества Готовой базы 30% Лака Уже тоже Готового Вот У меня Такой Полуматовый Эффект Получится Ну в принципе То что То что И здесь И здесь В принципе И надо Вот сейчас Открашу Покажу Что получится Ну вот Собственный Результат Покраски Вот так Выглядит Такой Блеск Есть Но я По второй Стороне Посмотрел Так И должно Быть Огонь Мне все Нравится Ну и здесь Капотик Тоже Все Отлично Все Сейчас Дам Часок Постоит Подсохнет Вот Расклею Закрою Это все Дело Дальше Буду Сыхать И буду Заниматься Бамперочком Вот и Бамперочек Готов К грунтованию Значит Везде Где надо Было Пошпатлевал Тут Ну тут Я нара Показывал Шпатлевочка По пластику Вот Сейчас мне Я вот только Его повесил Сейчас Обдую все Заклею Там где мне надо И в принципе И загрунтуем Ну вот Здесь место Шпатлевания Там большое И по большому счету Крупные сколики Чуть подмазал Ну и вот Вот эта часть Так все выглядит Значит Сейчас Изначально Адгезионный Грунт По пластику Нанесу И потом Это у меня Пустая баночка Ну просто так Для примера Покажу Потом будет 640 Ванда Такой грунтец Все Загрунтуюсь И уже Загоню машинку Будем перетирать Грунт Под покраску Приступаем К шлифовке Грунта Значит Капот Вот это место Где было шпатлевание Начну На руписовской Подложечке Шлифочке И абразив 240 Только Грубо говоря Это место И дальше Уже продолжаю На обычной 320 Весь капот Крылышко Второе крылышко Бампер В принципе Ну бампер тоже Можно начать 240 Я там чуть подливал Грунта Поэтому зазор Зазор по толщине Есть Благо Благо Что это ванда Поэтому он и есть Вот Короче Шлифую Показывать не буду Есть достаточно видосов Полазьте по каналу Посмотрите Кому там Кому там Будет это вдруг интересно И дальше Уже на машинке 2.5 мм Машинка Йокиджи 400 500 Проходим Там Всякие Продоступные места Соответствующим Абразивам В этом случае Будет Феникса Уже тоже Я по этому Абразиву Показывал Сейчас Ну как бы так Плотничком на него Перешел Очень он мне Понравился Ну и все В принципе Все подготовлю Уберусь Оклеюсь И Перед покраской Посмотрим Что тут Что тут получится Ну у меня Полировочка Сейчас я вам покажу Сделал Сделал Наконец-то Приблуду Чтобы бочоночком Вручную Как я показывал Раньше Мусоринки Не пилить Сделал Оно у меня пролежало Год наверное Руки не доходили А тут Что-то прям Проснулся С такой Ленью на душе Думаю Ну и вон Нафиг Поехал Товарищу Димончик Кстати Если смотришь Большое тебе спасибо Все работает Я катером Мусориночки Которые были крупные Подрезал Потом С этой вот штучкой Которую вам сейчас покажу И далее Чисто Вот такой Мелкий сон Я его показывал Ну который Такой прям был Шеститысячным Трязышком Прошел На мягкой На мягкой Проставочке Подровнял Эти Такие Микро шишечки Вообще четко Вообще ничего не видно Огонь Вот А собственно Чертые Собственно Вот я о чем Китайская моя машинка Так Обзорчик Вот здесь на нее Вот она собственно И вот Вот такая штучка Получается Это Насадочка Мирка Мирочка Под ролок Заказал отдельно Вот такой именно Узенький ролок Они есть Под шлифовальные Круги Под абразивные Побольше А это вот Самый минимальный Получается Здесь тоже Крепление ролок Защелкнулось Ну точнее Вкрутилось Сюда Клеится лепесточек Тоже Мирковский У меня Тоже вам показывал И все И каждую мусориночку Чик Чик Она С эксцентриком 2.5 по-моему Короче четко получается Единственное Что не мог сделать Сейчас раскручивать не буду Он когда с Алика Вот этот ролок Тоже с Алика Он когда приходит Там получается Вот с этой стороны Резьба есть А со второй стороны Просто была Ну просто палочка Без резьбы Без ничего Вот Вот я собственно К Димончику поехал Он мне нарезал резьбу Вот там Чтобы можно было Машинку крутить И вот теперь Вот такая девайсина Классно Удобно Рисочку Кстати оставляю Очень адекватную То есть вот С одного прохода С одного прохода Это 815 Паста 3M Ну и ничего Ничего не видно Ни риски Вот если там видно Вот камеру Вот то есть они Ну 6000 нарезак Не особо их перебил Но подгладил Классно Короче Вот У кого есть Где достать Советую Вещь Вещь очень хорошая Вот Ну и собственно Я не знаю Публиковал Или нет Я там Кинул Клич По Производителям Паст Каким-то Дистрибьюторам Представителям У кого есть желание Точнее даже Изначально Не желание А есть уверенность В своем продукте Что он могет Вот Пишите мне Найдите как связаться Пообщаемся Может договоримся О каком-то тесте Потестируем Посмотрим Потому что все еще Я нахожусь В процессе Поиски какой-то Альтернативы Для меня В пастах Вот Тем более у меня Уже это Заканчивается Да Ту которую мне Посылали на пасту Другую Ну скорее всего Сругодность у нее выйдет Я ее выкину Как бы работать Ей Ей не вариант Вот Так что так Все Сейчас ребят Дополирую Соберу все Ну и наверное Уже Наверное Посмотрим Готовый результат Полностью Весь собран Все друзья Малибу Готов Красавчик Стоит Вот такой Результатик Тут у нас Все по зазорчикам Стоит хорошо Бампер Выставил Линию Равномерно Так Наклеил Вчера Буковки Которые Снимал Ну вот Как раз Солнышко Светило Отлично Даже Наверное Попал В зону Прошлого Перехода Потому что Даже По озеру Не видно Никаких Отличий Подполировал Как показывал Мусориночки Ну вот Такой Результатик Все Друзья Всем удачи Всем пока Продолжение следует